Большой набат в колокол ума На меня большое впечатление, большое влияние оказала проза и, конечно, поэзия Хлебникова. Он, считая себя футуристом, очень много писал о прошлом, дохристианской Руси, о языческой Руси. И как-то мне это поразило, вот это наложение глубоко прошлого времени на время сегодняшнее и одновременно на время будущее. И это как-то сказалось на моей живописи, потому что время интересует меня по существу больше всего в живописи. Принято думать, что художник раскрывает себя в своих произведениях. Совсем обратно художник шифрует свое «я» системой иероглифов. Прочесть их дано не каждому. И последние символы прочтению не пытаются. Гоум-бом-уум-бам-зоу. И тех, кого не знаю. Боум-бом-лаум-чел-бом-бим-бам-бам-бим-бам-бим-бам. Боум-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-б Я, когда прибыл в Нью-Йорк 15 лет, там 15 лет прожил, тому назад, то случайно первое, что мне запомнилось, это карта Манхэттена в метро, в Сабвей. Затем я тоже все случайно купил, окаменевшую рыбу в Чайно-Тауне, в одном из магазинчиков. И как-то вот эта карта Манхэттена, которую я тут же приобрел в ларьке в метро, и эта рыба древнейшая, окаменевшая, как-то у меня наложилось одно на другое. И так у меня возник образ Манхэттен-фиш, как я его называл в Америке. И я сделал целую большую серию работ на эту тему. В США Тех, кто его не знает. Тех, кто его не знает. В разговоре с директором музея при Ротгерс-Университете я как-то сказал, ответив на его вопрос, не скучно ли мне и не тоску ли я по дому в Нью-Йорке. Я ему ответил, что я как черепаха собственной панцирь, дом таскаю за собой. И где бы я ни был, я из дома по существу и не выхожу. Эта стена очень напоминает мои жилища и в Беляйке, и на Арбате, и на Севцевражке в полуподвале. Мало чем отличается. Единственное, что в Нью-Йорке я всю эту коллекцию собрал за два дня. Просто ж не учились лишние деньги. А это мой любимец Нитя, броненосец. У него на спину пристроилась какая-то кулема. Чукотская маска чем-то напоминает Володьку Яковлеву, куда он в порыве вдохновения вглядывается вглубь собственного мира. Череп прямо с холста Джоджи и Укифа. Устров Крит. Знаменитые рога. Они же все. Потрясающе красотная форма. Рядом с настоящими по силе жизни они не проигрывают исходя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я заменяю время прошедшее, настоящее и будущее на время возвратное, время данное и время предполагаемое. Время данное измеряется жизнью сегодняшнего поколения. Это то, что мы называем современностью. Время предполагаемое и будущее время. Это область мечты, догадок и предположений. Оно не имеет ни формы, ни измерений. И направление его неопределенное. Наиболее активное время, формирующее и наполняющее внутренним содержанием человека время прошлое или возвратное. Оно и является для человека настоящим. Ощущение возвращающегося прошлого создало человека, противопоставив его животному миру. Уехал я совершенно случайно. Мне позвонила одна моя знакомая. Она в Америке, в Лос-Анджелесе. Занимала пост, ну такой, директора галереи. И она меня по телефону говорит, хочешь, Дима, приезжай к нам поработать в Лос-Анджелес. А я в Москве уже не был, еще перестройки не было. Ничего, ни красок, ничего в Москве вообще не было. Потому что не говоря о еде. Ну, еда, чисто же, это не важно. А это, работать не на чем. Ни холстов, ни подрамников, ничего. Все развалилось. И я думаю, ну что тут торчать. Я говорю, хорошо, Света, я, Света, я зову. А я приеду. Наконец рисунок закончен. Уж который раз его заканчиваю, ну, кажется, можно рисировать. Весь этот второй авангард неофициальное искусство так называемое, оно было, как бы, занесено в черные списки, в таможенные. С тем, чтобы нас не выпускали, наши работы не выпускали за границу, как позорящих и искажающих советскую культуру. А началось все это в таможне с очень нелепого случая. Итальянский корреспондент купил здесь очень дешево работу Шагала и работу Кандинского. И прежде чем вывозить эти работы, он решил их официально провести, хотя есть пути неофициальные. Он должен был поставить, добиться разрешения Министерства культуры. Они сзади Министерства культуры ставили печати прямо на холсте. И на этих двух работах поставили, на Кандинском Шагале, художественной ценности не представляет. Это подписан министра культуры. И когда тот приехал, корреспондент в Италии, он опубликовал одну сторону и вторую сторону холста. Ну, это, конечно, шум-бум. Поднялся на Западе, на смешки и все прочее. А по нам это здорово ударило боком, бумерангом таким. потому что решили вообще не упускать такого рода работы, кроме официальных художников на Западе. «Большой набат в разуме, колокол бумага. Их не будет. Все-таки в полную сторону пройдут все классы. Это подруги охраны в разуме. Он может быть здесь... Их не будет. Их не будет. Хочешь прямо на западе, Их не будет. «Большой набат в саду прощения» «Их не будет. Их не будет. Их не будет. Их не будет. Фуртом я начал заниматься с 60-х годов, но сначала сухая игла, потому что я не знал технологию травления, лака, кислоты. Потом я прочел дневники Дюрера, и как-то я увлекся Дюрером, его гравюром и резцом. Фурт такое интимное искусство, что для него требуется тема какая-то, ну вот, по крайней мере, для меня. И этой темой послужила вот разруха в деревне. Вот эти покосившиеся дома, вот это кошмар деревенский, но по-своему было трагичным и красивым в своей трагедии. Траты, труды, трения, теките из озера три, делая еда из озера давал. Трава мешает ходить ногам, а трава гасит душу, не стынет кровь. Тупого на сутро нарезать, тупик это путь отрицательно множительный. Любой идти по дороге веселой. Трубный и тяжко троповой тащится, Душа или сонная духа, Труб неподвижный, лишённые движения, Труна, домовина для мёртвых, где нельзя шевельнуться. Все вытечёте из тройки, Один, добро, из озера два, Девы и дух крылами шумите оттуда же. Два движения трёхся три, Два движения трёхся три, Два движения трёхся три, Два движения трёхся три, Постепенно выявлялись какие-то символы моего искусства, Которые я тогда как-то и не понимал, Что они будут, эти символы я буду развивать Всю свою последующую жутуху. Это рыбы и черепахи. И вот они, вот одна из последних черепах, Они как раз появились в то время, впервые. Я был в гостях у Харитонова, И выходил в то время журнал «Курьер ЮНЕСКО». И там, на обратной стороне обложки, Я увидел фотографию окаменевшей рыбы Циллакант. И не знаю почему, она меня поразила настолько, Как будто я заглянул в какой-то временной колодец. Но это необъяснимо. Я пришёл домой и сделал эту рыбу с помощью, Потом ещё смеялись художники, С помощью, тогда ещё не были изобретены даже краски акриликовые, Которые давали возможность фактуры, Как сейчас скажем. А я тогда сделал это с помощью клея БФ И каш совершенно разных, крупы. Там и манка, и гречка. Я просто посыпал по клею. И потом всё это грунтовал, И это самое прописывал масляной краской. КОНЕЦ 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 На меня подействовала очень Средняя Азия. Не знаю почему, Что мне в голову взбрело, Но вдруг я решил в самое безденежное время Поехать в Самарканд. Почему в Самарканд, я не понимаю. Ну, очевидно, город какой-то такой. Тысяча и одна ночь с детства. Папаша мне дал минимальное количество денег. Он учитель, он зарабатывал немного совсем. Средняя школа. Вот. Просить, чтобы я им То расписал до дома, То чайханум, То какие-то фрески, Которые будут охранять их сон, Там сольвали. Вот. А в это время я у них жил, Они меня кормили, поили, И в результате даже давали какие-то деньжаты. И так я подружился, И там вошел в этот мир. Среднеазиатский. Даже двое стариков за меня молились в мечети. Это странно для сегодняшнего дня, скажем. И, может быть, оттуда Вот это однообразный свет, Цвет. Цвет солнечный настолько был сильен в Азии, То есть, был и есть, Что он обесцвечивал цвет вообще. Это была такая однообразная какая-то Светящаяся поверхность для меня. И вот после Средней Азии Я и сделал голоса молчания. Это вот первое впечатление от Азии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Сближало нас, конечно, в первую очередь социальное положение. Потом у меня были объекты и раньше, но так как у меня комната была в коммуналке очень небольшая, то я их делал и выбрасывал на помойку, потому что где их хранить невозможно было. Например, я сделал рыбу, была такая свалка за Киевским вокзалом, замечательнейшая. И оттуда приволок несколько авиомоторов и из них сделал рыбу. Но она занимала там уже, там ходить было невозможно по комнате. Но выкинул в результате. А фотографий у меня не было ничего, ни аппарата, ни пленки тем более. Так что она не зафиксировала. Там было очень важно то, что мы сблизились с людьми, которые вернулись из концлагерей, с представителями культуры того времени, из заключения концлагерей, с Аркадием Штенбергом, с Борисом Свешниковым. Вот эти люди нас как-то шире познакомили и ввели в круг художников, творчество которых они хорошо знали. Это авангард 20-х годов. Малевич, Кандинский, ну и все остальные. Вот. И мы начали всеми правдами и неправдами прорываться в запаснике Третьяковки, в запаснике Русского музея. Я познакомился с Глебовыми, с сестрами Филонова в Питере. Ну, для нас это прошлое очень было важно. Оно как-то ожило и стало не искусством монографий, а искусством живых людей. Ну, а так мы потихоньку двигались. Маш, музыку включи, а то скуши. Маш, музыка. Маш, музыка. Новый Гарри. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Городская детская художественная. Их было несколько. Я учился в одной из самых интересных, как оказалось, школах, где преподавал Перуцкий, у которого училась Лида Мастеркова, еще другие художники. Преподавал Глузкин, у которого я учился. И Глузкин, когда мы кончили это училище, он созвал классы, и сказал, что из всего класса два ученика могут стать в дальнейшем художник. Назвал одного из них. Он стал акулой в мире халтуры. Рисовальщик Балаховый действительно. Вот. И меня. Ну, остальные как-то. Сейчас вышла хорошая книга об этих учителях, которые во многих преподавали в детских школах. Они были внесены пристально в черные списки. То есть они не имели права преподавать в высших учебных заведениях. Вот. Но это была ошибка Сталина очень крупная, потому что эти люди молча, но они своим отношением к искусству по существу формировали мир детей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двойственную какую-то картографию, которая в моем искусстве часто проявляется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это вот этим я обязан Хлебникову в первую очередь. Искусство делается из искусства. Если окружающую нас действительность не пропустить сквозь эту призму, искусство опускается еще до одного средства массовой информации. Стихия искусства не в познании мира или его отражения, а в создании неведомых духовных пейзажей. Это большой намаз в голову колумба. Божественные звуки витающиеся в зеркале человечества. Лаговец в ум. Большой намаз в разуме. Колумба. Все оттенки мозга пройдут перед вами. Это сводрубки хронов в разуме. Можете, бойтесь вместе со мной.